В Министерстве обороны подвели итоги международных соревнований армии 2018. Казахстанская команда была признана организаторами одной из самых представительных, заняв третье общекомандное место среди военнослужащих из 32 государств. Глава Минобороны Нурлан Ермикбаев детально рассмотрел недостатки прошедших соревнований и качество подготовки сотрудников ведомства, а также резюмировал работу состязаний снайперских пар Алтын-ОК-2018. Марала Манжолова продолжит тему. 11 медалей, среди которых 4 золотые, в копилке сборной Казахстана в армейских играх. По словам министра обороны Нурлана Ермикбаева, в соревнованиях участвовали лучшие из лучших. Однако на достигнутом останавливаться нельзя. Глава ведомства поручил еще поработать над качеством боевой подготовки и полевой выучки. Также он отметил успех в состязаниях снайперских пар Алтын-ОК-2018. По итогам соревнований команды от войсковой части 14776 заняли в международном зачете первое место. В ходе соревнований представители зарубежных государств отметили высокий уровень боевой подготовки, хорошую полевую выучку и твердые навыки в обращении со штатным оружием. По его словам, прошедшие игры – это не только проверка уровня боеспособности военнослужащих, но и большая возможность для служебного роста. В ходе совещания он лично поблагодарил участников соревнований. Большое, огромное спасибо, что возложили на нас такую надежду, чтобы защищали честь Республики Казахстан в другой стране на таких международных соревнованиях. Очень рада, что мы оправдали эти надежды, заняв первое место в Армении. Отмечу, армейские игры и состязания «Алтонок» стали новым символом международного военного сотрудничества. С каждым годом география участников растет, и это влечет новые возможности для обмена опытом, закладывать мир и солидарность между государствами. Марала Манжолова, Астана, Хабар, 24. Марала Манжолова, Астана, Хабар, 24.